Здравствуйте дорогие друзья, с вами я Марус Алексей, компания Кровмонтаж. В комментариях к нашим видеороликам мне часто задают одни и те же вопросы. По гидроизоляции. На все эти вопросы я не раз отвечал, но ответы мои разбросаны по разным видеороликам. А какую гидроизоляцию можно использовать? А куда и как монтировать? А если холодный чердак? А если мансарда? А если мансарда и холодный чердак сверху? А обязательно ли нужно на карнизе кровли софит из перфорации? Я решил снять отдельное видео, где будут компактно собраны все интересующие вас вопросы. А именно, область применения гидроизоляции, основные виды изоляционных пленок и правила монтажа гидроизоляции. Иными словами, я расскажу вам, для чего нужна гидроизоляция и как ее правильно монтировать на вашу кровлю. Должно быть, а вы мне говорите... Я знаю как надо, дорогой. Строительство современной скатной кровли без гидроизоляции недопустимо. Даже на холодном чердаке, если ваша кровля из металла. Какую бы кровлю вы не запланировали построить, иметь дело с гидроизоляцией вам придется в любом случае. Для чего нужна гидроизоляция? Ее функция уберечь внутреннее помещение и конструкции от фильтрации воды из внешнего пространства. А также попадание конденсата из нижней поверхности кровельного материала. Существует два основных вида гидроизоляции, которые мы рассмотрим. Обычная гидроизоляция с литрой D. Это полиэтиленовая гидроизоляционная пленка с армирующим внутренним слоем. Бывают модификации D110, D96. Цифры указывают на поверхностную плотность. То есть 110 грамм на квадратный метр. Такие пленки предназначены только для проветриваемых наклонных кровельных конструкций. Без сплошного настила. Нельзя применять эти пленки в непроветриваемых кровельных системах, где нижняя часть пленки касается теплоизоляции утеплителя. С обеих сторон пленки необходимо обеспечивать вентиляционный зазор. Иначе водяные пары останутся во внутреннем кровельном пространстве, в котором расположен утеплитель. Эта гидроизоляция должна обязательно иметь двуслойную систему вентиляции. А именно, вентиляционный контур должен быть между утеплителем и пленкой здесь, в этой зоне, и сверху. И обязательно нужно обеспечить приток воздуха в нижнюю часть вентилирующего контура. И обеспечить на коньке выход. Там должен быть зазор между утеплителем и гидроизоляцией. Его нет. И вот уже конденсат скапывает сюда на доску. Утеплитель. Вот он конденсат. Капли видно прилично. На данный момент такая система устарела и применяется крайне редко. Те, кто занимается кровлей более 20 лет, знают, что именно так мы делали, пока не появилась супердиффузионная мембрана. И это второй вид гидроизоляционной пленки. Это трехслойная мембрана, которая действительно выдерживает все параметры, которые заявлены. Супердиффузионная мембрана. В классическом исполнении это трехслойная пленка из нетканого полипропилена. И функционального водонепроницаемого слоя. Благодаря высокой паропроницаемости, остаточная влажность утеплителя из тропил выводится из крыши во внешнюю среду. Супердиффузионная мембрана для скатных крыш с однослойной вентиляцией. Допускается укладка только на утеплитель. Иными словами, если гидроизоляция D требует двойную систему вентиляции, то для супердиффузионной мембраны достаточно одной вентиляции сверху. Монтироваться сверху. Постоянная конвекция. Теплый воздух, он будет постоянно выветриваться. Если продыха нет, тогда будет кондиционер. Теперь про область применения. Где рекомендую, какую применять. Гидроизоляцию D можно применять на холодных чердаках. Если у вас теплое перекрытие и холодный чердак. Гидроизоляция D вам однозначно подойдет. Супердиффузионную мембрану я рекомендую применять на мансардах. В любом случае. Если у вас мансарда или полумансарда. Есть мансардная кровля, скошенный участок кровли, а потом холодный чердак. Все равно лучше используйте супердиффузионную мембрану. Она однозначно лучше, практичнее и удобнее в монтаже. Монтажник просто ее раскатывает на утеплитель. И делает сверху брусок для вентиляции. И все. Простую гидроизоляцию на мансарде я не рекомендую. Супердиффузионная мембрана, конечно, дороже обычной полиэтиленовой пленки в 2, а то и в 3 раза. В зависимости от бренда. Но поверьте, если речь идет о целой конструкции вашей крыши. Разница в 10-15 тысяч, она несущественна. Потому что крыша должна работать в долгую. Теперь давайте рассмотрим разрез карнизного свеса и устройство вентиляции. Я рекомендую только два типа устройства карнизного свеса. Потому что в интернете творится полный трэш. Куча картинок и схем. Даже на ютюбе есть видео с миллионными просмотрами. Которые направят вас по ошибочному пути. Начнем с того, как не нужно монтировать гидроизоляцию на карнизном свесе. На этой схеме гидроизоляция приподнимается, заходит на карнизную планку. Заводится на крайнюю обрешетку. Мотивируя якобы, что конденсат и остаточная, как это вода, будет попадать сразу напрямую в желоб. Ни в коем случае так делать нельзя. Объясню почему. Первое. Пленка перекрывает вентиляционный слой, который должен быть в бруске контрабрешетки. Второе. Монтируя металлочерепицу или другой кровельный материал, вы саморезами по краю эту гидроизоляцию и проткнете. Третье. Вот эта ложбинка, которая получается, превратится в ванночку с вечно текущими свесами. Второй момент. Не надо пытаться водосточную систему сделать под капельник. Часто спрашивают меня, если гидроизоляция доведена до конца и проклеена на капельник, можно ли ставить водосточный желоб прямо под капельник и конденсат будет прямо туда попадать. В принципе, сделать так можно. Но имейте в виду, как правило, если желоб расположен под капельником, то дождевая вода, скорее всего, будет пролетать мимо желоба. Следующий момент. Вот гидроизоляция не дотянута до конца. Правильно. Многие говорят, раньше так или сейчас делают в Финляндии, где гидроизоляция вообще не доводится до конца. Приток воздуха идет в карнизном свесе и заходит под утеплитель и сверху гидроизоляции. Я считаю, что надобности обрывать гидроизоляцию внутри карниза тоже нет. Ее дотянуть надо до капельника. Итак, рассмотрим два верных способа, как нужно делать. Самый распространенный с однослойной системой вентиляции, если вы используете супердиффузионную мембрану. Доводите до конца, клеите на карнизный капельник. Потом идет контрабрешетка, как правило, брусок 50, и шаговая брешетка, и кровельный материал, неважно какой. Вентилируется это. Приток в зоне бруска и выходит на коньке. Возносочные крюки мы монтируем на верхнюю обрешетку. Вентиляция находится в части лобовой доски, под же лобами. Никакой перфорированный софит в этом случае не нужен. Зачем вы делаете его перфорированный снизу кровли? Я понять не могу, ведь сплошной софит намного красивее. Этот выполнен в структуру дерева. Цвет называется темное дерево. Снизу будет казаться, что свес подшит натуральной породой дерева. Второй правильный способ. Если вы используете обычную гидроизоляцию типа D, то здесь двойная система вентиляции. Также гидроизоляционную пленку нужно доводить до конца, до лобовой доски. Крепим ее на капельник. Сюда проникает воздух в районе фронтонной доски, либо лобовой доски. Чтобы обеспечить вентиляцию между гидроизоляцией и утеплителем, нужно обеспечить заход с подкроеного карниза. И вот тут-то перфорированный софит обязательно нужен. Если наше видео кому-то станет полезным и пригодится, поставьте лайк, не жадничьте. И оставайтесь с нами на нашем канале. Видео будет много полезного и интересного. С вами был я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока! Субтитры подогнал «Симон»